Вау, как она, как она растягивается Внезапно Такой незаметный Джо, такой незаметный Кали Да я и так догадываюсь, тут из названия как бы все понятно Здравствуйте, друзья, с вами Декарт Никто не знал, что на самом деле у меня идеальное тело Это видео с канала Личный Дневник Ставьте лайк и поехали Ага, грустный вздох Бросил, ах ты негодник Еще и выглядит как-то странно Знаете, как говорится, ни глаз, ни нос, ни рота Такая вот сволота, да? И бросил, и бросил, негодяй Ну, это правильно Ох, нефигеть Наклонилась очень сильно, наверное, во время принятия кубка Я никогда не видела, чтобы она плакала или опускала руки Поэтому для меня мама была настоящей супергероиней Но после ухода к папе она заметно скисла И однажды я все-таки заметила слезы на ее щеках Мне хотелось как-то поддержать маму И когда в следующий раз она пылесосила в гостиной Я решила помочь ей и приподняла диван Вам не послушалась Пятилетняя кроха с легкостью приподняла диван То есть идеальное тело заключается в том, что ты будешь юной бодибилдершей Мама почему-то совсем не удивилась А только радостно обняла меня Моя супер малышка У тебя от природы идеально сильное и здоровое тело Вообще-то она должна была пятилетнему ребенку объяснить Что не надо поднимать тяжелые вещи Особенно если ты девочка Спину можно надорвать Прикольно, окей Оборудовала в нашем подвале настоящий тренажерный зал Так я посвятила свою жизнь Она должна была объяснить тебе технику безопасности Как вот объясняют при становой тяге ребятам в качалке Ну, господи, что что-то такое Тренировка, шли годы Я выросла и пришла в старшую школу У меня было полно друзей Но никто из них не знал, что у меня идеальное тело И что я суперсильная Почему? Да все просто Я думаю, будет очень много конфузных ситуаций Когда кто-то попытается за тебя докопаться Получит жбан и отлетит на ту сторону комнаты Это будет забавно И когда никому не рассказывала об этом Ведь мои способности давно перестали удивлять меня И казались чем-то совершенно обычным Че, пустую коробку я могу нести? Ты че там внутри-то? Там есть хоть что-то? Николь, моя машина снова застряла Можешь подтолкнуть? Никаких проблем Нифига себе Вот это Что? Это что такое? Они из поролона, что ли? Это че это? Я не понимаю Это котель, они вообще весят? Там вообще есть вес, Алёш Либо позавидовать Но я не хотела привлекать к себе лишнего внимания И предпочитала в одежде стиль оверсайз Короче, хоть я и отличалась от всех Но все равно оставалась простой девчонкой Окей И как и все мои друзья Дико фанатела по супер пятерке Это такая команда ребят Которые занимались специальной спортивной школе Они были настоящими знаменитостями Еще бы Ведь каждый из пятерки обладал офигенной способностью Так, ну-ка, рассказывай Джо Флэш Джо Флэш Ага Дебра Аквамен Аквалумен, да? Они снимались в фильмах, рекламах И были звездами ТикТока А еще пятерка вдохновляла И в фильмах, и в рекламах Еще и ТикТока Ну, а что не Ютуба А Нобелевская премия может есть у кого-то Хотя я только одного такого знаю Который из швеции жнец и на всем игрец Это Боб Дилан, у которого и Нобелевка, и Грэмми, и Оскар А подлавливали, как они просто так помогали кому-нибудь Словно настоящие супергерои Ох, без очков я ничего не вижу Как же мне перейти дорогу? Не волнуйтесь, бабуля Сейчас я перенесу вас Сейчас я вас перенесу на тот свет Да, плавненько Тайно мечтала попасть в их команду Поэтому следовала примеру пятерки И помогала нуждающимся Например, как-то раз... Ну, вообще, мне кажется, есть проще способ Выйти на какого-нибудь их менеджера И показать ему, как ты машину поднимаешь И все Котенка, который застрял на дереве Подписывайтесь на канал, если бы... Блин, а что тут поднимать? Он... Он... Он даже не... Где он застрял? Он просто сидел Сидел себе котенок, никого не трогал Подошла какая-то дурында, забрала котенка Он говорит Поставь меня на место Посмотри на его лицо Тоже не бросили зверька в беде Да не бросили бы Только там не было беды Там... Высота-то там была эта... Джараховская Джараховская высота Вот это дерево Пик Джарахова, понимаете? Че там, че там снимать-то? Там котик с самого Слезли Какой-то парень попал в передрягу Че случилось? Он застрял? Он застрял? Ааа... Парень просунул руку, чтобы достать их И застрял Ща на решетку выломает, допустим Ну-ка давай Я подошла и с легкостью разогнула решетку А парень смог освободить руку и достать очки А парень должен был убежать с криком Наконец-то я снова могу видеть, как ты это сделала Ты про решетку? Да так, просто ловкость рук Парня звали Калиб Из-за скромности я не призналась, что была от природы очень сильной Мы разговорились И выяснилось, что Калиб тоже фанател от Супер Пятерки Он даже посвятил им свой канал на Ютубе Ничего себе Правда, подписчиков у него пока что было мало Парень как раз шел на конференцию, посвященному новому фильму о Супер Пятерке Ну вот сейчас, если ты снимешь несколько шортсов с тем, как она Раздвигает руками решетки Подписчиков будет много Я думаю, ты должна ему порекомендовать такой способ Должен же я как-то отблагодарить свою спасительницу Это да Они там участвуют В спортивных соревнованиях еще, да? То есть они тиктоки, фильмы там И еще спортивные соревнования Как-то он выглядит Как-то он выглядит жутковато А вскоре произошло то, что перевернуло мою жизнь Патрик публично заявил, что уходит из Супер Пятерки И все, и ты на замену бежишь просто, устремляешься Да, по-любому Давай Мне, кстати, нравится вот эта ее футболка Она мне сразу напоминает GTA Vice City И фильм Scarface, естественно Брайан и Депальми Объявили конкурс на нового участника Ты обладаешь каким-то талантом? Тогда пройди испытания и стань одним из нас Кажется, я знаю, кто победит Но я была очень стеснительной И вряд ли решилась бы отправиться на кастинг Если бы меня не поддержала мама Николь, ты удивительная И должна попробовать свои силы Ты права Я же всегда мечтала об этом Думала, что самое главное Это показать свою силу Ну, так и отличное Ох уж этот чертов шоу-бизнес Да, да, да Неплохо так, да? А на следующий день оказалось, что это грифы из бумаги А блины из картона Офигеть Ну круто, что? Что это она? Я тебя ща как втащу Ты, супер пятерка Чось, я возомнила Не забывай свои корни И помни Есть вещи на порядок выше, слышишь? Я твоя мать, ты поняла? Уважение проявить Куда пошла? В шоу-бизнес от матери Условия, что теперь Я должна забыть про оверсайз И носить модную спортивную одежду Ведь у супер пятерки был подписан контракт Как-то у него кривовато Усы выросли Больше на эту сторону Но мама убедила, что Обтягивающая одежда Отлично подчеркивает мою идеальную фигуру Ставьте лайк, ставьте лайк Это правильно Это прикольно ходит Наоборот Он пришел в настоящий восторг Моя девушка из супер пятерки Это похоже на сон Он пожелал мне удачи Они уже прям парень и девушка Все серьезно, да? Ну круто, круто У Челика буквально материализовался Главный, вот знаете Величайшая мечта любого такого гика Такого вот чувачка Который парень и ребята легко приняли меня Супер пожаловать команду Николь Или вернее сказать супер Николь Так началась новая глава моей жизни Так, начало вроде неплохой, да? Круто чувствовать себя частью легендарной пятерки Да и в школе все заценили Вау, как она, как она растягивается Просто божественно Отлично выглядишь Было настоящим преступлением Скрывать такую идеальную фигуру А вот ты как-то не очень У тебя взгляд, как будто бы ты Только что кого-то убил и съел Вот реально я из-за Я бы от этого парня отошел подачу Можно сфотографироваться с супер девчонкой И позвать ее на свидание Извините, но я уже там встречаюсь Но мое сердце уже занято И я не собиралась бросать калибра Хотя теперь была так занята Что приходилось отменять все наши планы Ничего, я все понимаю У тебя тренировки и все такое Не расстраивайся Обещаю, я заглажу свою вину И уговорю ребят дать интервью для твоего канала А я думал, я заглажу свою вину И сделаю тебя еще одним Будет у нас супер шестерка И ты будешь главной нашей шестеркой, да? В нашей супер пятерке Нормально, то, что тебя пригласили Было бы неплохо Вскоре у меня начались проблемы Я стала понимать, что жизнь супер пятерки Только на первый взгляд кажется идеальной А, да, добро пожаловать Ты еще не представляешься, как какие-нибудь кей-поп звезды живут, например То там вообще пипец Мы каждый день должны были тренироваться на износ А потом натягивать счастливые улыбки И отправляться на съемки рекламы И я разочаровалась, когда узнала, что все будто случайные добрые поступки На самом деле с ним Срежиссированы Как это удивительно Чел, да усы поправь Ну что-то они меня вот как-то вот я не знаю Твои усы это кошмар перфекциониста Серьезно Почему вот на эту сторону они выросли больше, чем вот на эту Объясни мне Ты как будто сейчас один ус съешь буквально с этой стороны Я думала, мы действительно будем помогать людям на улицах Ты здесь не для того, чтобы думать Вот это точно, да Ты здесь не для того, чтобы думать Ты для того, чтобы поднимать бумажные штанги Главное, это хорошо смотреться в кадре А потом я и вовсе подслушала странный разговор менеджера Босс, вы можете быть спокойны Новенькая ни о чем не догадывается Ну да, конечно она ни о чем не догадывается Я ведь не ору об этом на всю комнату Поэтому она даже не догадывается, что ей нужно о чем-то догадываться, босс Я вообще, и слышь ты Я вообще ей в ухо не ору Об этом абсолютно, да Так, а вот это уже подозрительно Мне начало казаться, что спортивная школа скрывает что-то ужасное Но я решила не докапываться, да правда Ведь не хотела, чтобы меня прогнали Несмотря ни на что, я тащилась от своей популярности И от канала личный дневник Ну это правильно, да Не нравилось быть частью супер пятерки Помню, вот это видео я смотрел, я смотрел Мама, мама, что-то там мама, по-моему Жалеет, что я девочка или что-то такое А вот Калиб стал с каждым днем все сильнее обижаться Что я совсем перестала находить на него время Знаешь, Николь, ты сильно изменилась Ты сильно изменилась Ты стала много работать А раньше ты была такой же бездельницей, как я Это было лучше Моему слава ударила тебе в голову Я рассердилась на это Ну каким образом это проявляется? Слова и прогнала парня С чего это он взял, что я зазвездилась? И опять музыка из второго Макса Пэйна У меня, знаете, у меня вот Когда я ее, я уже не первый раз ее слышу в этих Анимациях У меня сразу как Вселенные сталкиваются Знаешь, просто Которые я никогда в жизни бы не подумал, что они столкнутся вместе Второй Макс Пэйн И вот эти истории Может быть, только самую малость В школе я действительно стала смотреть на всех с высока И требовала к себе особое отношение А однажды одна одноклассница попыталась тайком сфотографировать меня Не, ну за тайком сфотографировать, в принципе, можно и не тайком получить, наверное, да? Вышла из себя и чуть не разновила телефон девчонки Прости, я хотела сделать снимок для сестры Она твой большой фанат Запомни, я не фотографируюсь бесплатно После этого случая все в школе отвернулись от меня и объявили бойкот Все это два типа, да? Вот она и он, да? Но я из-за этого вообще не парилась Теперь моими друзьями были ребята из Супер Пятерки Мы каждый день тренировались вместе и стали настоящей семьей Она, короче, вообще, там веса нету Там просто нету веса Вот что, вот что ты поднимаешь, объясни мне Что, что ты поднимаешь? Я вообще не уверен, что там есть хотя бы один килограмм Вот я Как-то вечером мне позвонила Кэпре И пригласила на закрытую вечеринку без знаменитостей Конечно, я согласилась и сразу стала собираться Главное, зачем ей вообще качаться, если она такая сильная Тут ко мне неожиданно занимался Калеб И помните, как он-то чушь Ну-ка, чё ты? Ребята из Супер Пятерки не те, кем кажутся Они только перед камерами такие хорошие и отзывчивые Да ладно А на самом деле самовлюбленные и эгоистичные придурки Это ты как узнал? Это я не понял Это как ты узнал? На лбу написано у них, что ли? Меня эти обвинения очень задели Я стала защищать друзей Ну-ка И из-за этого мы с Калебом сильно повздорили Так откуда информация, Калеб? Может, ты пояснишь что-нибудь? Я докажу, что был прав Ну-ка С этими словами он ушел А я отправилась на тусу, которая проходила в шикарном особняке Сначала все было круто Знаменитости, развлечения и вкусная еда Но потом настроение не испортило странное поведение ребят из команды Где вкусная еда? Они грубо подшучивали на обслуживающем персоналом И высмеивали своих фанатов, называя их болванами Ну, вообще-то ты совсем недавно тоже была довольно высокомерной со своими одноклассниками Нет? С меня будто слетели розовые очки Неужели Калеб был прав на их счет? И тут парень появился сам И тут он проник нас в особняк, да? В который его никто не звал Так Так Так, и что же она будет делать? С одной стороны она понимает, что он прав А с другой стороны она же не хочет лишаться контракта Слабый всего такого Какой же выбор она совершит? Давайте посмотрим Да Вполне возможно Так О, охранники По этому охраннику видно, что он, по-моему, мне кажется, вот этот парень Он последнее, что охранял, это ликероводочный склад, судя по-моему Вот там он прям работал охранником вообще отлично Так Примерно так же она вздыхала, когда отец ушел Ну, то есть одинаковая степень огорчения Ушел отец Какие-то дела там Выкинуть все глупости из головы И не рисковать своим успешным будущим Блинчики А ничего, что они эти блинчики едят уже несколько лет, по-моему Она еще маленькая была Мать так не любит работать Господи, готовить что-то Ну это ж с ума сойти можно Давай съедим те блинчики, которым уже 10 лет Я даже кадр-кадр блинчики не поменялись вообще Наверное, ты права Наверное, ты права Я погрузилась в свои мысли и отправилась в школу И вдруг заметила, что меня преследовала какая-то подозрительная тачка Так Ну-ка, давай Папа, ты вернулся Я в полицейской академии пропадал, извините Много экзаменов, там надо было кросс сдавать, табельное оружие, стрелять, учиться Я не знала, чтоб он был копом Николь, доченька Я тебе не доченька, предатель Я знаю, ты злишься, что я ушел из семьи Но на то были серьезные причины Я потерял правое ухо И долго пытался его найти В итоге так и не нашел, прости, да Пожалуйста, позволь мне все объяснить Я не хотела общаться с ним Но папа намекнул, что знает тайну Которую от меня всю жизнь скрывала мама Ничего себе Что? Ладно, я тебя слушаю Я села к нему в точку И папа рассказал, что развелся с мамой Потому что у них были разные взгляды на мое будущее Оказывается, маму пожизненно дисквалифицировали из спорта Потому что поймали на допинге А вовсе не из-за травмы Это она так хорошо допинганулась Что ты в итоге такая сильная теперь, да? Но меня больше всего шокировало другое Выяснилось, что когда я была маленькой Мама подписала контракт с фармацевтической компанией А по-моему, она думает только об одном Где его ухо? Я не понимаю, где его ухо? Где он его делал? Все ведь было нормально Что случилось, папа? Ага, Алербам Наша ли в машине Закатилась там под этим Под сиденьем Мы постоянно ссорились И поэтому развелись Ну, судя по всему, зря ссорились Потому что все получилось неплохо, да? Дочка-то теперь знаменитая Я не могла поверить папе просто так Поэтому выскочила из машины И помчалась обратно домой Чтобы вытрясти из мамы правду Она даже не стала ничего Учитывая ее силу, это опасно Сать, Николь Я просто хотела устроить твое будущее Те витамины сделали твое тело идеальным И ты стала такой сильной Круто Что? А меня ты спросить забыла? Может, я хотела быть как все? Замолчи и не смей никому рассказывать Если об этом эксперименте узнает общественность Алербам разорвет с нами контракт И мы лишимся всего, что у нас есть А что у нас есть, я прошу прощения? Я не знала, что мне... Блинчики 10-летней давности у нас есть на столе Но несправедливость не давала покоя Я позвонила Калибу Извинилась за свое поведение И все рассказала Наверное, я зашел с ума Но я прощаю тебя Давай раскроем заговор вместе Да, ты вообще сумасшедший просто Я аж не могу Аж голова закружилась от того Какой ты ветреный сумасшедший парень Встретились и отправились в офис Встретимся Пока я отвлекала охранников Парень прошмыгнул внутрь Ты же, Николи, суперпетерки Моя дочь, твоя большая фанатка Я устроила настоящую автограф-сессию И этого времени Калибу хватило Чтобы проникнуть в кабинет директора И все разнюхать Все-таки парень был прирожденным журналистом Позже мы устроились в кафе И Калиб рассказал все, что ему удалось выяснить Кофеек Так, ну-ка Рассказывай На олимпийских соревнованиях Продумался Нужно всего лишь с детства давать будущим спортсменам те витамины Офигеть, это же не честно А еще можно как этого Обеликсов чан с витаминами кинуть, да Чтобы ребенок стал Так вот, что от меня пытался скрывать менеджер суперпятерки Мне кажется, зебра тоже не одобряет Она думает, ох, этот менеджер Этот менеджер вообще ужас Что будем делать? Что будем делать? Об этом заговоре должны узнать все Но нам нужна поддержка Я отправилась на тренировку А там собрала остальных ребят из команды И рассказала все, что узнала Секретные препараты фармацевтической компании И сделали из нас невероятных спортсменов Вот такие дела Я не собираюсь молчать Вы со мной? Все ребята вдруг сердито уставились на меня И стали... Такие... А ты что, только узнала, что ли? Мы с детства знали Ты окружать? Че ты втираешь? Ты провела отличное расследование Вот только мы и так это знали Пожалуйста Но мы не хотим ничего менять Ведь нам нравится быть уникальными и популярными Ну, как бы да Так что давай все оставим как есть, да? Так что держи язык за зубами Если не хочешь проблем Они сказали, что уничтожат мою жизнь Если я не буду помалкивать Даже так? Впервые в жизни мне стало по-настоящему страшно Ведь за этой суперкомандой Стояли влиятельные люди из Алирбама К тому же из-за хитрого контакта Нас с мамой подали бы в суд Если бы я начала болтать О секретах спортивной школы Что же делать? Позже я встретилась с... Ну так может тебе помолчать немножко, а? И просто спокойно Залутать кучу денег На этом уже всем Тебе уже и так... Тебе уже дали эти таблетки Все, ты теперь сильная Я как-то... Не знаю, у них есть побочные эффекты хотя бы? Чтобы все это было... Ну чтобы все это имело смысл Потому что если у них даже нет побочных эффектов Я вообще не понимаю в чем проблема И он предложил выход Ты не можешь ничего рассказывать из-за контракта Но я-то могу Меня они молчать не заставят Точно! Вообще-то могут Разные способы есть Заставить кого-то молчать Ты откроешь людям глаза на темные делишки компании В своем блоге Калиб, ты настоящий журналист Смелый и справедливый Прости, что я зазвездилась И чуть не испортила наши отношения Я... Так а в чем темность-то? Темность делишек в чем? В том, что вы стали сильными На халяву А я не против, может, чтобы мне таких таблеток в детстве дали Если бы такое было возможно Это что? Нормально Потом можно было бы по паровлу бы, короче, выиграть Всякие олимпийские игры И прикольно просто Вопрос в другом Побочки есть? Расскажи Расскажи про побочки Ты что-то знаешь, нет? Раздобыть доказательства, чтобы нам все поверили Давай Мы кое-что придумали И прокрались в спортивную школу Там я смело подошла к менеджеру И сказала, что знаю правду про витамины Не беспокойтесь Я не хочу, чтобы меня выгнали из команды Поэтому я буду... Мне кажется, весь мир знает про эти витамины Кроме тебя И твоего парня Владелец фармацевтической компании сильно разозлится Если кто-то узнает, что он научился обманывать олимпийскую комиссию Вообще, да, никто даже не подозревал, что владелец фармацевтической компании Который владеет какой-то пятерочкой суперсильных детей И, конечно же, фарма тут ни при чем Да, то есть все такие, да Да, это они просто такие сильные Менеджер расплылся в самодовольной улыбке и наговорил много лишнего Все это время Каля прятался за углом и снимал наш разговор на телефон Хорош Шпион Внезапно! Как же внезапно! Просто не могу Смотрите, такой незаметный Джо Такой незаметный Калиб Они просто стоят ряд Вот это стелс Стелс провален, Калиб Прости, но я боюсь, что в Хитман и Сплинтерсел тебе не играть, дружище Очень плохо Он просто стоит здесь Стоит Но внезапно его заметил Джо Блин! Он выхватил телефон из рук Калиба И с суперскоростью забежал в лифт Я не успела догнать его Но не собиралась отпускать доказательства просто так Поэтому напряглась И с помощью своей силы раскрыла двери лифта и выхватила телефон Нифига! Да, победа! Прикольно Тут за моей спиной появился бывший капитан Супер Пятерки Ну-ка! Рассказали ему о моих догадках и позвали на помощь Но он ее должен поддержать Он же ушел с этой команды Наверное, он тоже недоволен тем, что там таблетки и все такое, да? Патрик с угрозой пошел на меня А я стала пятиться к стене О, нет! Этого парня мне точно не одолеть Да поддержи ее! Ты должен быть на ее стороне, чувак! Был припрятан еще один фокус Ну-ка Теперь у тебя будут большие проблемы, Николь Нет, сынок Теперь большие проблемы будут у вас всех Та-дам! Никто из них не знал, что мой папа полицейский И что я попросила его помочь разоблачить заговор Он появился в нужный момент и припугнул всех своим значком После этого мы без проблем покинули здание Ох, жена, страшный значок Калиб выложил расследование на свой канал Ролик моментально набрал несколько миллионов просмотров Нифига себе Прикольно После проверки спортивную школу и компанию Алирбам закрыли Теперь, Калиб, дружище, расскажи мне, что ты будешь делать с этим каналом Суперпятерки нет? Ничего нет? У тебя на них был основан весь канал? Удачного тебе блогинга, дружище, да? Обманщиков наказали А ребятам и суперпятерки навсегда запретили заниматься профессиональным спортом Беда Отличная работа, команда! Мама была недовольна, что ее собственными руками уничтожила свое будущее Но я была с этапа горло ее ложью и выбрала жить с папой Калиб наконец-то исполнил мечту и стал топовым блогером Я извинилась перед ребятами в школе за свое высоконезное поведение И продолжила заниматься спортом чисто для души Вот это спорт! Я понимаю А еще я хочу помогать людям Поэтому после школы собираюсь пойти по стопам папы И тоже стать полицейским Вот кто настоящий супергерой Пожалуйста, поставьте лайк Кликайте теперь вот сюда Здесь тоже моя реакция на личный дневник Всем счастливого удачи, пока! Увидимся вот тут!